здравствуйте дорогие мои друзья ну самая животрепещущая тема ну людей мужчин в основном ну и некоторых женщин забирают так сказать в ходе частичной мобилизации некоторые волнуются за своих родственников потому что действительно рискованное рискованное мероприятие и ну действительно матери переживают да и сами люди а если они им не удается избежать вот этого так сказать призыва этой мобилизации законным путем часто забирают и все и до свидания что же делать друзья мои ну во-первых энергетически друзья мои мы будем говорить сейчас только об этом не о том как нам скрыться от этого убежать это все все вы найдете наверняка в интернете но если вас замели если вы идете вот подготовиться заранее и чтобы вот это ваше ну так сказать опасное опасное мероприятие не привело к тому что вы вернетесь домой искалеченным или так сказать в гробу или вообще останетесь где-то на чужой территории занесенные землей или снегом или еще чем то что же делать в энергетическом магическом смысле как заговорить себя как сделать оберег если вы ничего не умеете если есть спешка самое оптимальное друзья мои это ладанка мешочек заговоренной землей как ее сделать ну во первых земля должна быть конечно лучше всего с того места где вы родились тот поселок тот город на лучше конечно это все-таки какое-то родовое место дата деревня тут такой поселок где ну может быть жили ваши там дедушка бабушка мама папа если вы родились городе то все равно это должен быть значит место земля из города в идеале конечно поближе вот к тому району где вы родились и эту землю надо брать ну не в песочнице где собаки ходят в каком-нибудь парке ближайшем парке то есть где есть деревья лесистая местность земли надо немного да потому что это ладанка не должна бы вам мешать это не должен быть здоровенный мешок землей маленький чтобы умещался в ладошку из холчевого материала из ткани лучше плотный чтобы это не рассыпалась взять эту землю набрать ее в эту это может сделать этот человек ну или родственник там жена мать который переживает взять эту землю и но насколько получится потому что все это бывает быстро зарядить и во первых вложить в нее свое намерение прямо словами мыслями вот взять этот мешочек вот ну как бы в руку в руки вот две ладошками а одно я просто держу этот штатив поэтому вот две ладошки перед лицом и прямо словами мыслями вкладывайте что я хочу чтобы там я сам бы им для себя можете говорить чтобы я вернулся живым здоровым чтобы никакие шальные пули осколки снаряды злые взгляды произвол командиров предательства не повредила мне я хочу вернуться домой землюшка родная помоги мне вернуться сюда как можно скорее и не сделать большого греха там куда меня пошлют это тоже друзья мои важно не накормовать да вот чтобы вы не делали старайтесь ну как бы по совести все делать потому что очень важно да не надо вот насилие каких-то грабежей не дай бог а не надо брать чужое не надо пытаться отнять чужую жизнь я понимаю что это куда вы идете но чем меньше вы греха сделаете а лучше вообще его не сделайте тем лучше для вас и главное ваших близких значит следующий этап если у вас получится вот этот мешочек вам надо ну как бы дать поддержать тем людям которые будут вождать если они есть вы можете заговорить сами может быть дать своей жене вот это мешочек чтобы она вложила на мере но если на хочет чтобы вы вернулись тоже своими словами сказать что я хочу чтобы мой муж вернулся как можно быстрее целым и невредимым до дать поддержать это своим детям даже может быть младенцу просто вложить в ручку пусть он ничего не говорит просто вот его энергия напитает этот мешочек хотя бы чуть-чуть да вот своим детям большим или или маленьким но если это своим родителям если они еще живы то есть но естественно те люди которые действительно хотят чтобы вы вернулись если у вас есть сомнения что ваша жена хочет чтобы вернулся лучше ей это в руки не давать да если какие-то друзья искренние ваши друзья то пусть они тоже возьмут этот мешочек и просто пожелают чтобы вы вернулись вот это самое оптимальное этот мешочек держите где-нибудь вот у себя так чтобы он не рассыпался и не потерялся потому что его потери конечно плохой знак не трагически это не значит что все но знак плохой что может что-то произойти и этот эта земля родимая она будет вам силы придавать и она поможет вам вернуться обратно да вот простой оберег простой но очень действенный его использовали знаете еще с древних времен вы знаете там али а илья муромца который таскать беззародимый земельюшки никуда не ходил но это еще более древние древняя колдовская вещь она простая но часто используется использовалась воинами солдатами чтобы вернуться назад ну живым и здоровым вот это основная цель хорошо драгоценные мои вот вот один из способов их их существует множество но очень важно понимаете что вот события случайности не бывает если вас загребли то ну это карма а если вы не сумели избежать каким-то образом это значит карма если вы там сами пошли понятно тоже тоже мало ли что то такое у вас свои понятия у каждого свое старайтесь действительно не делать греха большого и ну и малого тоже не надо кормовать потому что понимаете что за вами еще и рот и тесто те вещи которые вы можете сделать из-за которой вам будет стыдно и больно они скажутся дальше на ваших родных на ваших детях это тоже знаете сколько вот этих проклятий нависает и потом они ломают жизни и вперед там на 7 и более поколений если возможно постарайтесь очистить себя энергетически до пользуйтесь когда находитесь энергодыханием когда находитесь каких-то условиях да там опасных накрывайте себя туманом прямо серым туманом вокруг все закрываете и намерение что этот серый туман отводит все злые взгляды пусть это фантазируйте накрыли себя там своих вот кто кто рядом с вами туманом чтобы вас не заметили да не чужие взгляды не даже можно тех там найти которые могут находиться за сотни километров какие-нибудь там артиллерийские установки вот пришли куда-то или едете накрывайте себя туманом с намерением что глаза отводятся что что никакие там наблюдатели наводчики никакие там средства что все закрыто туманом да вот чаще про пользуйтесь туманами закрывайте себя ну маскируйтесь ну и физически и энергетически чтобы меньше горе было в этом мире ну уж если судьба вас привела в такое сложное испытание ну и конечно очистить себя перед этим потому что часто вот эти ранения травмы возникают на тех местах где у вас висят проклятие да я тут пробую свинцом очищать у некоторых людей которых судьба выкинул туда да это тоже очень важно ну вот лучше нет ни не дел не в свинте за дело вот как бы если вы можете работайте энергии пройдитесь по своим чакам снимите вот какие-то чужие пожелания чужую грязь да вот какие-то косые взгляды потому что именно туда и тогда попадают травмы какие-то ну или даже смертельные ранения то есть чем ваша энергетика чище тем есть такие начисли вы символически до перед каким-то боем люди ходили в баню потом одевали чистая это но как бы физическом смысле понятно но в энергетическом смысле чем вы чище тем меньше вероятности ранений и каких-то смертельных травм то есть важно не физическая даже частота а энергетическая поэтому и тогда когда находитесь не пренебрегаете энергетическими практиками и до этого постарайтесь ну очистить себя по максимуму или если вы например у кто-то из ваших близких пошел и он не умеет этого делать вызывайте фантом и как говорится качайте его потоками закрывайте закрывайте туманами к примеру если человек не владеет этом а вы все-таки переживаете хотите чтобы он или она вернулась то пытайтесь работать на расстоянии закрывайте своим намерением своими желаниями вот друзья мои так коротко коротко об этих сложных и опасных временах пока счастливо